Сейчас на территории Ивановского детского дома тихо, и это хорошая новость. Воспитанники нашли своих новых – пап и мам. Осталось всего 8 ребятишек. Они теперь живут в других детских домах. Само заведение получило новый статус – Ульяновский центр военно-патриотического воспитания. В этом году сюда приедут парашютисты, юнормейцы и будущие призывники. Планы грандиозные – создать спортивный городок для сдачи норм ГТО, построить крытый спортивный зал, оборудовать учебные аудитории по тактической и огневой подготовке. Также совместно с Минобороны решается вопрос о передаче военной техники для наглядных занятий. Кроме того, у нас будет строевой плац, потому что они должны заниматься строевой подготовкой. У них есть этот предмет, и они получают за это оценку. У нас здесь будет разведана территория полевой лагерь в палатках. То есть мы, соответственно, летом можем проводить здесь палаточные летние лагеря, в которых будут военно-патриотические направления, военные направления, ну и не только их, соответственно, другие мероприятия. Мероприятий действительно предстоит много. Все они направлены на воспитание молодого поколения в духе социальной ответственности. Такая цель стоит не только перед Ульяновской областью, но и всей страной до 2030 года по распоряжению Владимира Путина. К тому же есть высокий общественный запрос. Лагерь планирует работать круглогодично. За одну смену мы планируем осуществить профильную на 100 человек. В месяц 400 человек. И за 8 месяцев это 3200 человек. Почему именно за 8 месяцев? Потому что образовательная деятельность у нас организовывается в этот период. А уже когда в летний период, это будут осуществляться профильные смены для детей разных волонтерских движений, юно-армейских движений. Педагогический состав сформирован. Дисциплины готовы. Осталось внести пару последних штрихов в расписание, привести в порядок учебные классы, расширить столовую и подготовить общежитие. Весь состав трудовой коллектив перешел из детского дома в авангард полностью. Ни одного человека не уволили. Все перешли. Ну и, соответственно, разработан уже устав нового учреждения. Есть штатное расписание, в которое включены все сотрудники учреждения. Чтобы не откладывать начало учебного процесса, решено ремонтировать здание поэтапно. Первая пятидневная смена запланирована на май текущего года. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.